Всем привет! У нас сегодня 30 апреля и я наконец-то снимаю итоговое видео, раскрашенное за... Какое я сказала? 30 апреля? 30 мая. И я снимаю итоговое видео за апрель и май, что у меня раскрашено. Так, начну с самого-самого скучного и простого. Наверное, такое вообще не стоит показывать, но... Вот такая вот у меня простенькая иллюстрация акварелью в путешествии. И самое интересное, что ничего не протекло. В раскраске, где было не жалко. Но мне здесь просто хотелось отдохнуть, так сказать, пораскрашивать акварелью, и было не жалко. Вот поэтому взяла эту книгу. Далее. У меня такая идея брать книжки, которые у меня пролеживают, и потихоньку их затрагивать, заканчивать. Вот в этот раз у меня под руку попались удивительные цветы. Видите, мы их поближе, наверное, сделаем, это у меня совсем далеко. Вот. И у меня здесь было уже пару иллюстраций сделано. Вот ботинки мы с вами как-то раскрашивали. Так. И вот. Она у меня лежала на столе, и вот как под руку попадалось, я фломастерами что-то делала. Ну, что-то несложное. Закатки здесь делать не стала. Такой вот разворот блестящий-блестящий весь. Фломастеры, сухая пастель. Причём вот эта роза полностью сделана сухой пастелью и блёстками из фикс прайса. Вот. Я пожалела, что я такой фон сделала, потому что... Ну, в общем, получилось, что у меня какая-то однотипная иллюстрация. Так это было. Ну, дальше у меня вот такой ужасно страшненький есть здесь листочек. Я вначале, знаете, подумала, что... О, это как раз тот случай, когда странички склеивают. Раскрашивала я тут акварелью детской, ничего не протекло. Не знаю, что сподвигло сделать такой странный фон, жёлто-оранжевый. Вот. Но сейчас, спустя вот время, я открываю, думаю, ну, не так всё и страшно. Ну, типа состаренная страничка. Вот. Я уже к ней как-то попривыкла, а поначалу вообще прям ужас казалось. Такая вот девушка сделана. Вот. С неё начался фон, который потом перешёл... Вот на эти две странички, поэтому я говорю, как-то всё, однотипно получилось. Девушка... У неё здесь были очень яркие у меня цветы фломастерами, поэтому всё остальное захотела сделать такое нежное. Вот. И бабочки делала по трафарету с сухой пастелью. И тоже вся она у меня тут блестит. Почему-то мне эта девушка напоминает Фриду Калла. Я не знаю, вот ассоциация такая. И вот такие ещё цветочки сделаны. Тоже фон сухой пастелью. Фломастеры. Здесь в основном всё сделано фломастером, кроме вот лица девушки, которые тут что-то... Не хотели у меня карандаши ложиться. Ну, ладно. Так. Здесь всё. Так. Ещё у нас парочку с вами. Здесь вот такая мадам с обложки. С цветами тут была какая-то беда. Раскрашивала, по-моему, маркерами. В общем, она мне не очень нравится. Ну, ладно. Далее у нас книжка про монстры носков. Восточных монстров. Здесь вообще суперпростая иллюстрация. Фломастерами захотелось. Мне, когда я раскрасила, я поняла, что она вдобавок ещё и новогодняя. Вот тут что-то блестит, по-моему. Или мне кажется? Нет, здесь ничего не блестит. Нет. Мне показалось. Дальше. Круг жизни. Здесь у меня ничего не изменилось. Но если кто-то хобби-влоги не смотрит, я покажу. Здесь ничего вообще интересного нету. Фломастерами сделано. Я после вот этого разворота, который я начала делать фломастерами, начала очень активно использовать в раскрасках фломастеры. Акварель, карандаши, дели, всё бледно, грустно, но ничего страшного. Просто акварелька. Закат, рассвет, закат, наверное. Ловит снов. Портал в другой мир из космоса. И так как ловит снов, естественно, здесь протёк. Здесь у меня так я ничего и не доработала, хотя думала, что что-то доделаю здесь, но нет. Так я оставила здесь всё пастельно, без каких-то теней. Ну, потому что всё протекло, и здесь на фоне пастельной гуаши Рихкраузы, и раскрашено всё пастельной акварелью от Белых ночей, потому что она укрывистая, тоже помогала перекрыть всё. Прикольная книжечка, мне очень нравится. Далее в поп-манге я доделала девчушку. Наконец-то. Это я здесь тестировала давно-давно уже. Что-то у меня здесь как-то отсвечивает. Пастельные фломастеры Центропен. А здесь уже не помню, чем делал. Такой лысенький хомячок у меня. Какой-то или кто это? Хомячок-единорожка. Тритоны. Кахенуровские. Да, я не помню уже. В общем, такая вот девчуля. Не знаю, фон надо, не надо делать. Дальше. Мой первый опыт с карандашами. Калин. Фон сделан этими карандашами. И карандаши легли хорошо, но зеленый фон, конечно, здесь вообще не уместен. Я думаю, что я его потом акрилом каким-то цветным, наверное, переделаю. Наверное. По крайней мере, в планах такое у меня есть. Вот потому что сама котейка прикольная. Делалась на годовой челлендж Натали 75. Такая она красивая, кажется. Обзывалась. Такая вот она у меня красивая. С такими странными обоями. Все раскрашено карандашиками Калин. Каландосы. Карандаши прикольные, но есть книжки, где они еще получше ложатся. Я без кролика, без своего никуда. Но я держала себя в руках. Одна только страничка. Я замучилась с этими тортиками. Тоже на челлендж Натали 75. Там что-то про сладости было. Забыла название. И я уже забыла. Я вспоминала, что там в кофейне у нас бывают какие тортики. Еще что-то. У меня вообще кончилась моментально фантазия. Поэтому тут какие-то очень странные цвета на тортиках. Дайте-ка я поярче свет сделаю. Очень у меня тут странные цвета на тортиках. Но зайку я не бросаю. Почему-то рука потянулась в этом месяце к Хюге. Здесь у меня хрюндель. Такой милый. Раскраска у меня развалилась. Но она, как понятно, что она не может развалиться. Она сшита. Но вот сама обложка отваливается. Моя первая раскраска. Решила к ней вернуться в этом месяце. Такой вот простенький хрюша вышел. Далее Клара Маркова тут. Вообще я тут делала вот этот цветочек. Карандашами Калина на камеру мы с вами тоже тестировали. И вот эта неудачная иллюстрация. Я здесь... Я не помню, какими карандашами делала. Я что-то размывала здесь точно мандалузу, по-моему. И еще чем-то раскрашивала, что у меня здесь не ложилось. Но я вот не помню, какие карандаши у меня здесь не легли. В общем, такая страшненькая фея. Хотя сама иллюстрация мне нравилась. Ой, дальше. Моя любовь. Я здесь раскрасила... Ну, точнее, я искала, где потестировать пастельную гуашь от Тернер. Нашла самую простую иллюстрацию. Вот. Может, здесь закладок 150 штук. И попробовала как раз в первый раз делать волосы, как нас учила Алена с канала Coloring Life. Миллион раз ей спасибо, потому что это похоже на волосы. И как раз я хотела, чтобы они были не черные, а синеватые. Поэтому вместо черного брала темный индигов от полихромусов. И черный тоже брала, и синий брала. В общем, ладно. Ну, в общем, это похоже на волосы. Я так довольна. Я понимаю, что до идеала еще далеко. Но мне даже понравился сам факт того, что здесь есть фактура. Я не стала ни блендером проходиться ничем. Как-то совсем темно стало. Ничем не блендером проходиться. Мне понравилось как есть. И я эту эльфичку оставила. Кстати, раскрасила, а потом я увидела, что тут совсем вот такой оригинал. Но я очень довольна, потому что у меня получились волосы. А, я же еще раскрасила. И начала красить. И понимаю, что да я даже близко не представляю, как красить в профиль девушек. А у нее здесь вообще лицо плоское. Вообще без теней. Вообще без намеков на какие-либо тени. И я какую-то картинку искала. Простую фотографию в интернете искала. Чтобы хоть как-то номинально тени нанести на кожу. Но в целом мне понравилось. Глазки у меня здесь нравятся. Вот. Но вообще она мне нравится. Далее мое бесконечное. Бесконечный разворот, который я не знаю, сколько я красила. Но я его наконец-то докрасила. И я такая счастливая. Он мне даже очень нравится. Я знаете, когда я его доделала только... Вот. Уходи из кадра. Он мне вообще не нравился. Потому что его как бы все красят плюс-минус одинаково. А потом он так вроде полежал. Я открыла. Думаю, ничего. Так симпатично вышел даже. Вот. Но цвета я здесь особо не могла выбирать. Потому что у меня вот эта страничка сюда протекла. Поэтому тут цветы уже сами определились по цвету. Эти тюбзики тоже по цвету определились. Потому что на них много протечек было. В общем, вот так как-то. Еще Мария Тролли. Няу. Тут у меня было вначале плохое настроение. Поэтому вот так. Акрил. Ой. Какой акрил? Акварель. Гранулирующая, наверное. Этот у меня с Майшоп. Шаблон. Паутины. Отвратительно. Все затекает, протекает. Ничего не получается. Это фломастерами. Просто черными обвела. Такое у меня ужасающее. А потом у меня было хорошее настроение. Поэтому следующая картинка была вот такая. Вот. Единственное. Вот это небо. Я не сама его придумала. Я где-то видела эту картинку. Я 100% ее где-то видела. Вот этот переход. Вот. И вот тут тоже я начала уже фломастеры использовать. После круга жизни. Вот на цветочках. На кимоно я добавляла. Вот здесь много фломастеров добавляла. Вот. И вот она мне почему-то нравится. Она вроде такая простенькая, спокойненькая. Вот. Но как-то мне душу греет. Чубики эти нравятся. Вот. Вот такая. В общем тут и на воде вот цвет нравится. И даже от девочки я попыталась какую-то тень сделать. Вот такое все по-дилетантски, по-детски. Ну так. Так мило. Ну кто? Кто еще меня похвалит, как не я сама себе? Вот. Поэтому вот этой иллюстрацией я тоже довольна. Хотя достаточно такая она. Ну типичная, да. Красная кимоно, розовая, сакура. Что тут? Этот их маленький храмик. Железный. Как его еще называть? Вот. Ладно. И еще одна у меня. Мария Тролли. Виви ищет друзей. Тут у меня еще проще иллюстрация. Но она блестит. Так. Совсем темно. Что-то у меня здесь стало. Она вся блестит. У нее блестит платье. Бабочка блестит. Ой. Вода. Тоже ничего особенного нету. Но мне понравилось, как я лисенка раскрасила. В плане того, что он вообще был без... Ну, просто контуры лисы. Лисы, лисенка были. Ну, здесь есть кто-нибудь еще это лисо. В общем... Ну, здесь он как-то посимпатичнее. В общем, ладно. Такая вот иллюстрация. Виви у меня вышла из воды, знакомится с лисенком. Так, на этом карандашные работы заканчиваются. Начинаются по номерам. Первый пролистаю вам колористик. Я его хочу закончить уже и убрать. Не помню, честно сказать, что я тут делала. Вот лягушек делала. Вот это уже было. Вот это уже было. Вот. И, в общем, так я все это и забросила. Мне показалось, что это будет неинтересно. Хотя у меня остались видео вот этих вот процессораспрашивания. Этих вот фламинго. И здесь, наверное, у нас все. А, вот тукан еще. О, еще и дом не доделанный. В общем, это было давно. И надо ее уже закончить. Потому что, как я уже сказала, я хочу от таких маленьких, ну, простеньких раскрасочек поизбавляться. Ну, не в смысле побрасывать, а в смысле позаканчивать. Так, тут у меня мои любимые барашки. Наверное, столько раз уже показала. И вот эта, по-моему, девчушка еще. Вот что-то еще было. Это я не помню, в каком месте делала. Так, здесь все. Ну, я по номерам так быстро показываю. Думаю, это мне очень интересно смотреть. Здесь вам тоже ее пролистаю, потому что они идут по порядку, а я не помню, что именно я раскрашивала. Фичка, по-моему, вот этого, что сказать, дракона. Орла. Мне он, кстати, нравится. Небо нравится. Это было. А, и вот этого. И последнее мое приобретение, и оно же. Последняя иллюстрация, она же. Это вот такая зайка, дракончик на уши. Очень понравилась. И рассказке Disney понравилось краситься очень легко. Ну, единственное, жалко, что не односторонняя, хотя, было бы классных маркерами раскрашить. Вообще, мне кажется, прям, они бы прям как из мультика были бы. И это были все мои работы за два месяца. Вот такая я непродуктивная. Но спасибо, что посмотрели. И планирую... Планирую планы. Планирую в этот раз снять видео о планах, потому что хочу немного такой себе устроить. Не простой месяц, но если сниму, обязательно выложу. Всем спасибо, что посмотрели. Всем пока!